Развитие личных подсобных хозяйств – стратегическая задача, от решения которой зависит продовольственная безопасность страны. Сегодня на Кубани свыше 800 тысяч личных подсобных хозяйств. Они дают более половины произведенного в крае мяса и птицы, 30% молока и большую часть овощей. Развитие личных подсобных хозяйств на Кубани поможет позволить выполнение поставленных задач по импортозамещению и снижению зависимости от других стран-поставщиков сельскохозяйственной продукции. А самое главное – даст возможность покупать местным жителям и гостям региона кубанские продукты. Внимание производителей на сегодняшний день направлено на производство фруктов и овощей, молока и мяса. На территории Анастасиевского сельского поселения в сельском хозяйстве занято более 30 индивидуальных предпринимателей. Один из них – Дмитрий Щербаков. Он сделал ставку в своем личном подсобном хозяйстве на производство овощей в теплицах. Там есть на что посмотреть. В оптимальных для выращивания овощей условиях здесь пеют самые востребованные на продовольственном рынке овощи – огурцы, помидоры и перец. Мы пробуем в этом году эксклюзивные сорта. У нас черри есть, у нас розовые томаты. Пробуем перец. На осень у нас будет, мы взяли в аренду еще 5 гектар открытого грунта, будем выращивать кубовидный перец разного цвета, так называемый светофор. То есть желтый, оранжевый, и зеленый, и красный, всем нам известны. У нас чуть-чуть нестандартные подходы к этому. Пытаемся вырастить сами, а может быть, кого-то научить из местных, который здесь сел раньше и не видел какого-то другого опыта. А сами научимся чему-то у них. Для развития и увеличения производства необходимы средства, говорит Дмитрий. И, конечно, для расширения ему необходима помощь государства. Для этого ежегодно выделяются средства из федерального и краевого бюджетов на субсидирование сельхозпроизводителей. По поручению губернатора Кубани в 2016 году субсидии ЛПХ будут в первую очередь направлены на поддержку предпринимателей, фермеров, осуществляющие деятельность в животноводстве, овощеводстве, закрытого грунта, а также при покупке крупного рогатого скота. У нас площадь один гектар, накрытых полгектара. В этом году надеемся получить субсидию и настроить на следующий год этот гектар, давая где-то порядком 120-150 тонн продукции в год с нашего маленького хозяйства. Наша съемочная группа побывала на территории хозяйства Зорика Серопяна, который два года занимается разведением птицы и крупного рогатого скота. В его планах развивать свою деятельность и основной упор сделать на разведение птицы. Хочу птицеводством именно заниматься. Планов много. Будем реализовывать это все. Курочки, да, около 300, где-то 150 гусей. Ну, индюков сейчас уже распродал все. Буду опять цепляться, возить и выращивать их. Несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе своей работы, Зорик признается, что ему нравится производить натуральную продукцию, которая пользуется большим спросом у потребителей. Животноводство – это, во-первых, очень интересная сфера такая, тяжелая. И, как бы, на сегодняшний день у нас хочется что-то настоящее поесть, то есть и мясо, и яйца, все вот это, как бы. Поэтому больше к этому я придерживаюсь, как бы. И хочу создать такое, чтобы люди именно употребляли настоящий продукт. Импортозамещение, конечно, на сегодняшний день это у нас в первую очередь. Наш район аграрный. Сельское хозяйство – основная отрасль экономики. Многие селяне способны не только прокормить себя, но и помочь насыдить рынок овощами, фруктами, молочной и мясной продукцией. Для многих земляков личное подсобное хозяйство уже стало основным источником дохода. Селян и горожан, понимающих всю выгоду введения ЛПХ, становится все больше благодаря целенаправленной работе краевой, районной и поселенческой властей. Ведь их позиция – поддержать крестьянскую инициативу.